Друзья, здравствуйте! Докончились праздники Победы. Сегодня 10 мая. Мы с вами продолжаем общаться, работать. Это непростое общение, непростая работа, друзья. Сегодня мы будем говорить о предвидетельном мере, непознанном, непознанном мере. И все началось с простой фотографии. Я собиралась показать на вебинаре, прокомментировать, кто остался и нет. Путь будет еще один фильм. Первые два были на тему спаситель нашей души. Речь шла о миллионах трагедий, сиротах, коллегах, могилах. Идет год за годом. Наука спит мертвым сном, мертвым. Погибают крупные чиновники, погибают простые люди. Особо большой процент среди пьяных, ослабленных, ослабленных, сонных, уставших и сомнабов. Вот. Это оно стало. Так, погодите, проверю. Идет и запись идет. Это оно стало, где лохатащика весь мир открылся передо мной с помощью вот этих рамок. Ну еще плюс маятник. Я создал свою серию фильмов. Они никому не нужны. Вот. Я писал такие случаи. Вот такие. Это мои личные участия. Вот. И тогда я сказал себе, ребята, прошли еще годы. Никому ничего не надо. Да, дорогие людей внимания не обращают, прежде всего, наука. Вот. Науки произошел естественный отбор. Выживали кто угодно, только не самые умные, не самые деятельные. Тогда я сказал себе, начну сначала. Вот. Посмотрим. Давайте посмотрим на фотографии геопатогенных зон. Вот. Давайте. Вначале мы посмотрим, что природа делает, как она калечит, как она измывается над живыми организмами. И будем представлять себя, потому что это наиболее наглядное пособие. Будем представлять себя, что или здесь находится в каждом квартире, в спальне, и, наконец, кровать. Может быть, это рабочий стол. Вот. Вот здесь, вот здесь. Или через вот этот лес, представим себе, что выпилили и проложили дорогу. Кстати, кто бы когда прокладывал дороги прямые, как эти самые, географизисты прокладывают, прямые. Выпилили все подряд, и никто никогда не смотрит. А если таки подогреванные зоны? А не пусть бы эта дорога была немножко кривая, а пошла бы в сторону. Нет. Нет. И когда вот этот лес будет уничтожен, проложена трасса, и здесь будут стоять. памятники погибшим излучение из метра земли они действуют на мозги это разковолновое излучение я очень много просмотрю под график вот эту жуть видите уже открытая книга читайте если не умеете хотя бы возбудитесь вот это умный человек наверное работал с рамками есть приборы которые называют гепатогенный прибор измерительный но в основе лежит то же самое движение рамок знаешь что такое рамка в руках человека сейчас покажу вот это вот значит перед вами вот эти вот казалось бы загадочнейшую вещь перевожу гепатогенные зоны по словам науки их нет биополей нет почитайте википедию так нет а что же тогда перед вами объясняю русским языком перед вами человек чей организм является вольтметром а что у меня в руках стрелки вольтметра вот и прекрасно работают при когда я делаю замеры людей потому что это важнейший момент еще один пусть тема немножко другая но скажу каждый человек имеет индивидуальное биополе оно имеет свой размер вот свои волны излучения поэтому при общении людей с людьми многое и особо людей и еще и людей с людьми особо и с приборами электрическими особо без большого роли играет защищены ли вы биополе вы об этом что знаете ничего в школах не проходит и все так не проходит вот а сейчас так как я буду говорить долго терпите друзья и так если оно практическое значение иметь ли оно ну понятно если поставить вот такие знаки сейчас буду подробнее говорить вот такие вот этот знак придуман мною и изображен моим другом денисенко андреев талантливым компьютерщиком вот он такой виде вот это спасение миллионов людей вообще брать по всей планете или хотя бы по россии вот этот момент то что в садах понятно что в садах и там в этих зонах ни черта вы не получите ни яблок ни груш ничего это второй момент так раковые заболевание надо распознавать эти места третий момент вот про это это все очень очень важно но на стране ничего не делается будем копать глубже давайте еще чуть-чуть просмотрим чуть-чуть до полноты картину до полноты картины еще немножко повыросаемся видите вот если взять академика любого самые академические академики примор для люди там два варианта всевозможных пример вот привезти в этот лес сказать просто поймать его как бы сказать за эти места пробжается извините за яйца только яйца не натуральная а образные яйца сказать вот ты профессор ты академик у тебя и зарплата никогда большой не было в советском союзе это позор бывало ректора миллионеры которые сдают продают имущество институтов фактически приватизирован это было кто-то в тюрьме сидел кого-то воля кто-то из миллионеров стал миллионером но это исключение с правил остальные чуть попроще академики не счета в советское время 400 600 рублей зарплата прям вот богачи были невероятны даже жигули могли купить да жигули могли купить вот и маленький бревенческий домик под московью тоже были купить да вот и теперь представим себе я беру этих 100 из них самых таких небогатых но умных необычайно умных которые или не знают эту проблему или еще не осознали ничего и вот они берут я беру привожу сюда вот это любимые такие примеры и говорю ребята вот здесь вот это все будет выпилена на подушок земле поставлены прекрасные трехэтажный коттеджи вот бесплатно вам будет представлен абсолютно бесплатно стоимость это допустим 500 миллионов рублей или миллиард а вы только обязуйте что ваши дети внуки будут жить тут ну понятно согласиться потом луки разбегутся со страхов чтобы тут вот не жить но это уже так это мой пример образы 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 и патогенные зоны существует вот места на поверхности земли где проявляется излучение отрицательное влияние на живые организмы при длительном воздействии приводящий к патологическим изменениям в них для того чтобы были гепатогенные зоны надо иметь понятие этих самых биополях нет биополей нет биополей нет биопатогенных зон биополей это яндекс вот и вот мы сразу вы понимаете сразу немедленно натыкаемся на эту страшную неправду нет ложь псевдонаучная концепция согласно которой существует совокупность тонких полей тонкие тассиронии их никто не видел только мы можем вот это генерируемые живыми грандиозами сейчас используется для помещения парапсихологических гуляний когда говорят парапсихолог что делает наука она делает вот так парапсихолог вот и так псевдонаучная концепция вот так вот ребята возвращаемся к нашим чуть не сказал баранам есть такое выражение возвращаемся к нашим баранам и так вот здесь вот моя машина я за примерами только ходить не буду я буду говорить долго может быть растянуло 2-3 фильма вот он я вот он бедный несчастный я ничем не виноватый ехал по центральной дороге ехал с примерно 40 метров в час я никогда не гоняю скажем годом я же все медленнее и озираюсь по сторонам а эта машина человека который потом оказался моим сослуживцем бывшим как он это объяснял когда мы столкнулись Константинович я не понимаю как это случилось я тебя не видел понимаете я спокойно ехал он мне пересек дорогу выезжая там с этого структура он меня не видел вот вот вам пример еще вот это пусть я повторяюсь несколько лет назад я сделал серию фильмов отправил этого Путина ну сами знаете кто-то должен проверить не ерунду ли я пишу говорю но что-то решил ерунду лет 30 назад вместо телевидения показалось уже стоит мужик одна машина в кювете его разбитая стоит на дороге каким-то чудом он жив стоит и руками разводит вот он говорит так я не понимаю заметьте те же слова я не понимаю как я это это я на секунду потерял создание он даже он даже ничего не понял он даже не создал когда машина оказалась в встречной полосе шли годы снова была авария снова была авария снова была авария и тогда ГАИ кончилось терпение абсолютно ровная дорога абсолютно чистая нету нету тут ни бугром ни обрывов ни этого ни горы ни скалы ни оползли ничего и все-таки они поставили два знака внимание опасный участок и с той стороны тоже внимание опасный участок это где-то метр через 800 то есть то есть собака видит перед собой такой же а далее почему я еще к этой теме вернулся когда произошло вот это вот быстро подъехал так называемый комиссар первое слово не помню второе комиссар то есть это люди которые сейчас вместо ГАИ занимаются простыми авариями по задавших тех вот крови нет в общем вызывайте комиссара вызвали приехал и мы с ним значит ну понятно я не виной он виной все расписали все нормально вот ну разговор вторая полная разговора была в кабинете у этого комиссара вот и тут меня понесло я говорю вам повезло что вы теперь всегда вот взял и ляпнул у вас всегда теперь будет работа всегда почему потому что я бы мог бы это все предотвратить но меня никто не слышит включая президента страны а как он и слышит если до него не доходит материал он бы наверняка рад помочь и понял бы это вот и вдруг оказался достаточно молодой человек оказался довольно любознательный ну-ка расскажите почему я работу бы потерял он мне говорит это все свежее смотрите это было перед майской практикой вот и я ему говорю вы дорогу знаете об Абакан вот эту он говорит знаю вы видели там вот этот вот самый предупредит внимание нет ни разу не видел и знаете что было значит это же старый снимок теперь вот этот щит исчез а с той стороны дороги не исчез а наоборот стоит и вот два сюжета коротких на другой день он мне звонит попросил замерить его квартиру меня вот этого самого замерить его квартиру так и второй говорит Валерий Курасович вы правы я ни разу не видел оказывается правда щит стоит со стороны Абакана то есть это со стороны Абакана он исчез он говорит да этого нету тут стоит это означает что их в упор эти щиты никто не видит чтобы щит увидели я придумал щель и кости вот что я придумал и обязательно ограничивающие обязательно и это должно быть по всей России вот что должно быть а тебе рассказываю как получилось что этот исчез не так давно может год два назад я единственный кто их видел почему тот дальний щит который стоит там со стороны Абакана в метрах восемьсот вот однажды он исчез еду я себе с Абакана никого не трогаю меня тормозит машина ГАИ а мне майор он проверил мои документы искал свободы я говорю нет подождите у меня к вам есть разговор вот здесь где вы стоите ну примерно стоял щит предупреждающий его сейчас нет скажите во первых будете ли его восстанавливать а он говорит а зачем и тогда не он мне рассказал про то что когда-то ГАИ в отчаянии поставил щиты чтобы хотя бы аварии было меньше они не знают а я спрашиваю вы хоть знакомы понятия ГПТГ он говорит нет первый раз слышу майор вот я ему тогда рассказал что когда-то здесь были аварии показывали потери потом я догадываюсь я не могу сказать что ну кто-то из ГАИ начальница сказал давайте хотя бы щиты поставим все-таки сколько можно в одном и том же месте а почему я так уверен мне сказали а я и что интересно когда я ему рассказывал что караул что и даже это хоть никого не останавливает никто на на этот ни на один метр ни скорость не снижает никто но щит то все-таки это был на следующий день щит стоял вы представляете майор то оказался деловым мужиком где-то там кому надо позвонил щит установили правда а теперь почему я так уцепился за это место я уцепился за это место потому что я несколько раз проезжал с уже в автомобиле я сижу рядом с шофером у меня в руках рамки здесь трасса геопатогенная зона между этими двумя плакатами и это еще не все когда мы с комиссаром разбирали мою аварию вот эту вот значит он говорит а он не мог с нами долго возиться просто не мог он сказал все быстренько сфотографировал так этот написал я виноват вот подписался это за него он не то что раньше горит часами стояли рулеткой мерили он быстренько говорит я поехал у меня другая авария вот встретился в час дня в этом и он мне так говорит встретился в час дня в этом самом моем офисе вот и когда мы я ему уже подробно рассказывал про гепатогенные зоны вот уже вот у него в кабинете про это рассказывал это же потом он мне позвонил что правда щита щита нет так вот я его взял и спросил а что было за авария вот он говорит на этой трассе это вот этого числа вот этого двадцать восьмого утром двадцать седьмого утром вот четыре машины столкнулись массовая авария четыре машины вот тебе и вот сколько я буду молчать еще я молчу а вдруг ребята вдруг что-то изменится в этой жизни а ведь спасать надо и шоферов есть понятие со мной было я не буду сейчас там лезть в эту википедию со мной было это сами знаете люди у которых пограничное состояние они сон отъявят лечить не могу но это крайний случай он может сходить по как дочь просыпаться что-то делать пить чай ходить гулять а потом сказать я еще не помню именно эти люди вот с такими мозгами то им нельзя садиться за руль вообще именно потому что существует геопатогенная зона а они садятся за руль и ездят почему потому что на именно здесь именно по этому принципу никакая медкомиссия людей не отбирает а надо бы вот этот момент это касается спаситель нашей души это касается шоу фееров вот сейчас я быстро отвечу и будем продолжать потому что жизнь продолжается и мне никуда не деться от бытовых забот сейчас я просто отвечу так временно занят сильно не смогу сегодня поучаствовать в этой акции прошу меня простить а там посмотрим так продолжаем мне вот этот разговор тут мелкая проблема бытовая а тут речь идет о жизни сотен тысяч людей сейчас знаю что никогда наука не повернется в нашу сторону я буду к вам ребята обращаться лично к вам спасите наши души это к вам чтобы вы этим занимались но это чуть позже чтобы вы вот это вот это делали вот это сами таких чтобы хоть себя спасли и прочее тогда я еще не все не все закончил значит так и так неестественный отбор значит это касалось дорог пока вот столько я сказал и так на этих дорогах страшное количество миллионов геопатогенных людей со мной вот имея права на законных основаниях плюс люди которые могут быть еще практически нормальным но алкогольное пенение значит наркотическое пенение страшная усталость бессонница долгая долгая работа без сна вот все это надо учитывать законодательство чтобы без второго напарника никто никаких не должно быть этих самых дальнобойщиков без напарников и много чего еще аварии аварии бесконечные это трагедия бесконечная вот и этим трагедием помогают вот эти вот самые гепатогенные зоны вот она ровненькая как стол ровная как стол ровнючая как стол вот и ее не видят комиссар не увидел он же мотается каждый день почти в Абакан он не увидел только когда я сказал да есть оказывается об этом но это уже нету есть тот тут установили когда я майора попросил вот так вот было с дорогами более-менее разобрались ну давайте для полноты картины мы еще посмотрим вот сюда с дорогами закончили и дальше пойдем и дальше пойдем и дальше пойдем а мы сейчас были где так сейчас 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 ага фото гепатогенных зон мы были вот здесь смотрите я сейчас очень важная вещь покажу очень важно мне страшно повезло вот эту тему мы чуть позже разберем а мне страшно повезло глядите вы сами могли бы что-то намотать на ус сами но сейчас покажу вот она талантливая вещь которая была сделана в виде вот такой схемы я даже не знал что она мне поможет вот она специально сделали вот умнейшая вещь ребята умнейшая я куда ты делаешь опять исчезла куда-то а ну бывает вот вот она это умнейшая вещь и так вот это красная линия это разлом земной камеры вы его не видите ничего здесь что давайте с простого пересечение с дорогой второстепенной так вспоминаем где час аварии происходит поняли раз дерево посаженное на разломе сильно искривлено это еще ладно я знаю десятки таких зон почему я давал объявления в газету я наглый как танк ну что я мог в масштабах города сделать я сделал несколько десятков замер садов и квартир может я кого-то и спас и этого я не знаю но я находил страшные места и там вообще деревни росли или вот посадят умрут посадят умрут посадят умрут но здесь хотя бы вот сильно искривлено но не обязательно сильно искривлено чаще всего их просто нету вообще даже не просыпаются страшные места вот посмотрите видите вокруг степь ведь казалось бы бывает так степь бывает южный склон северный склон ну что вам надо почему лес не растет задумайтесь об этом ни одна семечка не всходит ладно идем дальше итак страшная вещь здесь нарисован дом смотрите вот вот здесь вот повреждение каменной кладки почему вот это вот еще тут правда трудно расшифровать еще есть не только вот так вот продольная трещина а еще и поперечная да вот наверное это нормально вот вы знаете я даже в предгорьях мне легче всех у меня глаза открыты я их разул давно и все вижу я очень много сейчас такого наговорю и так страшно тем кто здесь живет и вот кто-то взял умнейший человек умнее наверное не бывает значит он взял внимательно посмотрите я знаю что я сейчас сделаю копировать изображение я его сюда себе перенесу это у меня еще будет семинар вебинар сюда перенесу так почему я хочу чтобы вы увидели крупный план внимание смотрите это кроме меня хоть и он может быть видели тысячи не миллионы нет тысячи людей кто обратил внимание почему здесь стоит знак с перекрестьем потому что здесь нарисована кровать вот это я говорю вот этому человеку двоим надо вот ему ему сейчас я чуть уменьшу и вот этого вот Денисенко Андрею который нарисовал вот это вот ему надо поставить обоим памятники при жизни от уважения от уважения этих самых с граждан России с уважением но лучше им лучше им дать большую государственную премию и начать эту работу дать и Продолжение следует...